Мы находимся на улице Российская. За моей спиной большое количество сугробов. Зима в этом году снежная. Из поселка Мостовая за почти три месяца зимы снег не увозили ни разу. Весной начнет таять, сверху пойдет вниз к реке и попутно будет собирать грязь, мусор и топить дома жителей. И таких, как Российская, на Мостовой больше десятка улиц. Сугробы здесь выше человеческого роста, машина застревает в снежной каше. А пожилые жители кое-как могут выбраться из своих жилищ. Но сейчас эти проблемы местных волнуют не так сильно. А вот ближайшее будущее вызывает тревогу и панику. Через несколько недель наступит весна и Мостовая может уйти под воду. Зима зимой. Это еще как бы снег. Возможно, будет медленно таять и это будет нормально для нас. Но если опять будет такая ситуация, как вот несколько лет назад прошел дождик и все это полило. Мы стояли вот здесь, вот на этом месте, я с соседями. И для того, чтобы не заливало им дома, мы просто держали в руках щиты, которые принесли с собой, для того, чтобы отражать воду. Проблема усугубилась с появлением микрорайона Репина-Искра. Во время проектирования и стройки домов не предусмотрели грамотное водоотведение. Вместо правильной ливневки труба над обрывом. И теперь вся вода сверху заполняет мостовую чашу. Вывоз снега с микрорайона поможет облегчить ситуацию с подтоплением. Однако почти вся территория у склона на Репина завалена трехметровыми сугробами. Топит нас в основном микрорайон Репина. Произошло это по причине того, что построили микрорайон, но власти и застройщики не озаботились тем, что необходимы воды, которые выпадают в виде осадков, либо дождя, либо снег, который потом тает, уходили, значит, куда-то, куда им положено. Это выведено просто в виде ничего, в виде простого слива на горе. Вот и сливается все на голову жителей просто большим огромным потоком. Ранее глава города Александр Балдакин обещал взять на контроль вопрос вывоза снега с мостовой. Городской администрации пояснили, первостепенная задача – ликвидировать последствия циклона Ольга. Начать избавлять мостовую от снега городские власти начнут не раньше следующей недели. К концу зимы обещают приступить к очистке водоотводного канала. Его глубина 3 метра, но в данный момент он поравнялся с сугробами. Местные опасаются, что с таким объемом работ к началу таяния снегов специалисты не успеют. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Уллправда ТВ.